привет друзья это наш четвертый выпуск проекта мой публичный портфель география инвестиций канал вселенная beautiful world меня зовут евгений ну что давайте заглянем мой портфель и посмотрим что изменилось и подведем итог за февраль месяц конец февраля загнал мой публичный портфель в небольшой минус это случилось из-за того что я закрыл свои прибыльные сделки то есть я зафиксировал прибыль прибыль в феврале у меня составила где-то в районе 60 долларов я закрывал только американские бумаги российский рынок у меня также и остался в тот нефти майл групп и полиметалл нлмк и русагра это то что я держу из российских компаний моем портфеле появилось две новые бумаги покупал я их на коррекции которая происходила в четверг в пятницу назад когда закрытие недели взял две компании одна из них инфотек давайте и посмотрим покупал я ее по цене в 76 долларов 10 центов но как видим она еще немножко скорректировалась вниз я не сказал что за бумага это fastly достаточно перспективная бумага и я думаю мы ее увидим в ближайшее время в районе 100 долларов взял я всего одну потому что жду все-таки от рынка еще небольшую коррекцию будем держать и смотреть что она нам покажет дивидендов она не платит и так вторая компания из биотехов то есть у меня уже есть мерк есть файзер есть бристоль майерс и теперь я еще одну компанию из biofarm и докупил к себе в портфель достаточно перспективная бумага она работает сфере разработки препаратов при лечении вич и также занимается разработкой вакцины компания достаточно хорошая перспективная компания платит дивиденды это еще один плюс к ней закрытие реестра точно так же как и у мерк 11 марта закрытие реестра дивиденды можно сравнить с дивидендами от компании мерк хотя по капитализации эта компания немножко меньше чем мир но все же она платит достаточно хорошие дивиденды по показателям как мы можем видеть здесь все стабильно прибыль конечно в 2020 году немножко снизилась но я думаю она с этим справится еще я докупил одну бумагу компании мерк покупал ее по на просадке как мы видим по графику снижения мерк продолжилась то снижение которое мы наблюдали в конце февраля это на мой взгляд больше похоже на ребалансировку портфеля фондами то есть я вижу что заявок на покупку выставляется намного больше чем на продажу но это и толкает цену вниз то есть чем дешевле заходят покупатель тем ниже приходится продавать продавцу я думаю это кратковременное явление и мы еще увидим рост так как политика нам все-таки дает шансы на то что будет поддержка каких-то жестких ограничений не водятся американский рынок насыщен конечно есть пузырь но вот этот пузырь понемножку начинает как бы сдуваться и в то же время освобождая для себя именно рост еще выше то есть мы можем увидеть небольшую коррекцию в первые дни марта но дальше будет еще рост на данный момент золото при увлекательном для покупки потому что она снизилась очень значительно нефть высока конечно есть шанс что нефть еще подымется к 100 долларов сейчас на рынке мы видим то что формируется дефицит нефти в то же время сейчас цена идет вверх снимают ограничения на добычу и мы можем увидеть то что нефть все таки не достигнет 100 долларов а будет именно спускаться 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 еще не ниже и вернется к своим 40 долларам за баррель все может быть и такой сценарий развития на мой взгляд более вероятен чем 100 долларов за мой бочку нефти поэтому я зафиксировал свои позиции в нефтяном секторе на прошлой неделе единственная все никак не могу распрощаться со своей любимой тот нефтью которая уже еще раз ходила к 540 но в тот же день она вернулась к своим любимым 528 рублей за одну акцию немного небольшой диапазон небольшой боковик возможно будет рост но уже крайне вероятно что в ближайшее время мы увидим рублей по 600 это очень крайне вероятно и будет снижение мой инвестиционный портфель сейчас находится в красной зоне мы несем небольшие убытки но это все временное явление что делаю в такой ситуации по сути лучше докупить усредить те позиции которые на ваш взгляд могут принести прибыль и забыть на время о фондовом рынке вообще то есть уйти в отпуск друзья вот на ваш взгляд что такое прибыль что можно считать прибылью полученной от инвестиций лично мое мнение прибыль это то что не тело циферки которые у вас показывают плюс там 10 процентов 20 30 50 а прибыль это уже зафиксированная закрытая позиция выведенные деньги в кэш кэш выведен на карту и вы сходили в магазин что-то купили себе тогда да тогда вы можете сказать то что вы получили именно прибыль с фондового рынка когда вы потратили эти деньги именно те деньги можно считать прибылью пока они у вас на брокерском счете вы их можете опять вложить в акции в акции облигации неважно то есть они у вас снова работают они у вас номинально то что они у вас есть потому что рынок может скорректироваться рынок может уйти вниз в моменте вы можете получать убыток и все эти деньги которые у вас были якобы ваша прибыль она может точно также исчезнуть как и появилась поэтому фиксируйте позиции выводите в кэш то что вы считаете своей прибылью и так будем следить за обстановкой на рынке будем держать руку на пульсе по сути у меня уже сформирован весь портфель сформирован на всю сумму поэтому мне только остается сидеть и ждать дальнейшего развития рынка куда он пойдет вверх или пойдет вниз следующее пополнение у меня будет в марте месяце поэтому встретимся в марте и посмотрим что я куплю еще при своем пополнении брокерского счета до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока